МТК-видео На смотровой не по работе И какие мысли вас здесь посещают? Не по работе я бываю здесь Могу сказать, что часто Но приехать, посмотреть вдаль Наши морские ворота Посмотреть на каменный венец Подумать Взвесить, все ли ты делаешь правильно Ну, помечтать, может быть О том, что когда-нибудь В порт в Магаданский Будут заходить пассажирские лайнеры С огромным количеством туристов Которые будут сходить на берег Смотреть наши достопримечательности городские Мы сделали правильный выбор Развивая это общественное пространство Людям это нравится Это еще не все Мы стоим сейчас на территории Где пока ничего нет А здесь планы, есть и сюрпризы Которые магаданцы увидят К дню города в 2018 году В первую очередь Одна из самых критичных Таких проблем Которые у всех на слуху Но я не могу с нее не начать Потому что Ну, декабрь просто ею полнился Это школа в третьем микрорайоне Проект школы На сегодняшний день Кто с кем спорит И останется ли этот спор в уходящем году? Точку поставила общественная палата Закончились Общественные обсуждения В течение общественных обсуждений Нам удалось получить очень много союзников И самое главное И из числа тех Кто на первом этапе был в числе противников Потому что Очень преждевременно На мой взгляд СМИ подали информацию о том Что на месте сквера Будет построена школа А когда начали Уже более детальную проработку Оказывается не на всем сквере И потом школа Это не социально опасный объект Сама школа И его территория Тоже является благоустроенной И открытой для жителей микрорайона Поэтому союзников все больше и больше Вот Ну а те, кто не согласен Мы постараемся Вот когда Сделаем генеральный план Уже с учетом посадки реальной школы Мы еще раз Соберемся в общественной палате Покажем Выслушаем замечания Предложения Я хочу сказать Что без школы Без объектов Социальной сферы Городу не выжить Должны радоваться тому Что мы пришли К тому Как бы жизненному этапу Когда появились деньги И мы можем задуматься О самом дорогом Что у нас есть В жизни О наших детях Илья Федорович Предлагаю еще немного пройтись Здесь Так скажем Рекреационная зона Появилась в этом году Вы уже о ней упомянули Вот эти качели Да Вообще В целом Город меняется Людей Слава Богу Становится больше Для них Соответственно Нужно создавать условия В этом году Как с этим удалось справиться Ну во первых Мы справились С планами благоустройства Которые ставили На 2017 год В 2016 году Как я и говорил На первом форуме Мы сделали немного Потому что Бюджет был тяжелый И большая долговая Нагрузка была на бюджет А благоустроительные работы Они всегда очень дорогостоящие Поэтому мы дали в 2016 году Возможность отдохнуть Бюджет Вот так я говорю Задачи по Ну созданию таких вот Комфортных Небольших мест И с тем Что мы конечно не Москва Мы года Но какие-то места В которых люди хотят Задержаться Посидеть Подумать Мы такие местечки придумали Вот у него сейчас Конечно дискомфортно Сейчас холодно Ветер с моря Вот Но это все заполнено Люди это приняли Когда сделали качели Захотелось что-то Еще вот такое вот Обустроенное Чтобы и в зимнее время Было и в ветреную погоду Вот пришел предприниматель Розенка Говорит А можно я здесь поставлю Вот эту вот дачку Я говорю Ну конечно можно Делайте Потому что Хочется иногда согреться Что мы наверное Сейчас и сделаем Да Потому что на самом деле Очень дискомфортная погода Вот И это место стало Еще более Любимым жителями Города Магадана Вот Горка это спонтанно Было очень много снега Вот мы сделали Извлекли пользу Да Извлекли пользу И снега Мы Разработали С Юрием Степановичем Руденко Очень интересный проект Будем теперь Такие вот Морских животных Делать из габионов И уже Первая Заготовка есть Это будет Огромная косатка В районе Сквера морского Значит Далее там будут Другие животные Морские Устанавливаются Для того чтобы Мы могли Показать наш Морской мир Вот в таком Необычном Как бы Виде Будем заниматься Новыми общественными Пространствами Будем совершенствовать Реконструировать площадь Вернее сквер Шестидесятилетия Магадана Мы ставим планы По общественному пространству Возле магазина Северное сияние Это все у нас В планах На этот год Реконструкция площади Перед ДК Автотек Именно так он и будет Называться Он так назывался Потом он стал Муниципальным Молодежным центром Сейчас возвращаем название ДК Автотек Кстати говоря Как и ДК Авиатор Вот было 50 лет Попросили вернуть Прежнее название Наверное Это Правильное Вот Вернем и Памятник автомобилю Вот где он и стоял Поэтому Жизнь идет в городе Мы хотим сделать все Чтобы люди не уезжали отсюда Будем Осовременивать город Но В то же время Бережно относиться Ко всему тому Что здесь Было И вот недалеко от нас Улица Приморская И Там Уже объявлен Даже Как знаете На открытом Магадане Голосование По скверу В районе Улицы Приморской Вот по предложениям Художника Натальи Ковалевой С использованием Естественного Ландшафта Там Интересный проект Самое главное Что мы Разберем кучу мусора Хлама Который там Хранится Вот Смотрим на Каменный карьер Там мы в этом году Снесли 38 Заброшенных домов И это один из планов Которые у меня Были Это Расстаться с этой Частью Позорной части Города Магадана Там будет тоже Прогулочная зона Не более Никаких там домов Никаких строительств Никаких коттеджей Как некоторые говорят Не будет Юрий Федорович Ну отогрелись Можем продолжать разговор Спасибо еще раз Что согласились На Кремальную съемку Да Итак продолжаем Относительно благоустройства В принципе Рассказали Что в этом году сделали Что в следующем планируется В этом разговоре Упомянули бюджет Что в 16-м давали ему отдохнуть В 17-м он Надо было снижать Кредиторскую задолженность Да Городу хватает сегодня денег Вот не только на скамеечке Денег никогда не хватит Если Команда Творческих людей А я считаю Что Муниципалитет И мои заместители И руководители Структурных подразделений Они очень деятельны У них планов громадье Они ставят перед собой Амбициозные планы Мы сделали план Комплексного развития Города Магадана До 25-го года Это амбициозный план Амбициозный Потому что мы хотим Численность населения Города Магадана 120 тысяч человек Это Ко многому обязывает Для 120 тысяч человек Нужно жилье построить Нужно школы Нужно больницы Нужны детские сады И так далее И Это связано Не из-за того Что мы просто хотим 120 тысяч человек Это связано с тем Что Город с меньшим количеством людей Не справится с теми задачами Которые стоят Перед городом Магадан Мы находимся сейчас В таком мини-предприятии Здесь один или два человека Если здесь никого не будет Это ничего не будет работать Или возьмем Любой завод Допустим 2000 численность 2000 численность Он может выпускать продукцию С 1000 И он не сможет выпускать И вот город Магадан Его численность Должна быть Не менее 120 тысяч человек Если город Придет Допустим К численности 85 тысяч человек Это будет точка невозврата Как я говорю Тогда мы не сможем Сами себя даже обслуживать И тогда мы пойдем В крутой пике И можно сказать Что города Уже нет Поэтому Я всякую критику На этот счет Я ее отвергаю Вот И считаю Что мы с этой задачей Справимся Кстати Прямо вот-вот Должны подойти К тому Что город опять Будет 100 тысячным Это вот осталось Как бы Ну может быть Месяц Там Неделями Численность населения Города Магадана Растет Нам есть На что Сюда звать Людей Мы гарантируем Работу Мы гарантируем Хорошую Заработную плату Единственное Что Сдерживает Такой более интенсивный Наверное Приезд сюда Людей Это Дефицит Жилья У нас И в комплексном плане Развития Города Магадана Одна из главных Задач Это строительство Жилья в городе Магадане К сожалению В последние Годы Вводится Очень Мало Жилья Это связано Наверное В том числе И с тем Что нет Госзаказа Мы Не имеем К сожалению Возможности Бюджета Заказать Строительство Жилья Нашим Подрядным Организациям У нас 1100 Семей Сегодня Стоит в очереди На получение Жилья Очередь Двигается Крайне Медленно Это люди Которые Устроены В Магадане Которые Вносят Очень Серьезный Вклад В экономику Города Магадана Но я Всегда Переживаю Чтобы они Не уехали Отсюда Я должен Как мэр Сделать Все Для того Чтобы Их Запросы На улучшение Жилищных условий Были удовлетворены Игорь Федорович Говоря о вопросах Номер один Последние годы Очень активно Город Преображается В плане Спортивной Инфраструктуры Но в связи с этим Такой вопрос Вы Вообще Хоккеист Со спортом На ты С хоккеем Тем более Но почему В Северном Магадане Больше появляется Футбольных полей Нежели Тех же катков Ледовых Ответ Очень простой Губернатором Магаданской области До 2012 Года Был президент Федерации футбола Николай Николаевич Дудов Он Футболист Он Много сделал Для развития футбола В Магаданской области И замечательно Что появился Наш футбольный Манеж Дети очень любят футбол Вообще Дети любят плавать Потому что у нас Зима И бассейнов Мало Это можно сказать Что Из-за того Что мы живем На северной территории Не надо играть в футбол Это неправильно Потому что Формируются потребности Вот Мы получаем информацию Из телевидения Там Газет Что весь мир Играет в футбол Страна готовится К чемпионату мира Да Дети тоже себя Хотят почувствовать Маленькими Чемпионами мира Они хотят Ходить в футбольные секции И Это наверное Правильно Но вот Совершенно правильно Поставлен вопрос Эффективность Использования Этих полей В условиях Магаданской области Города Магадана Очень низко Вот Футбольное поле Отрабатывает Ну будем говорить так В конце сентября Уже может снег упасть Поля нет И до конца мая Поля нет То есть Максимум Три летних месяца Мы можем пользоваться Этими открытыми Футбольными полями Очень эффективно То что Вот как раз Манеж наш футбольный Он работает 12 месяцев в году И Такие площадки Они должны быть Конечно закрыты Это должны быть Фоки Всевозможные Крытые Тогда для северной территории Это будет более эффективно Говоря о хоккее Здесь может быть Должен быть Некий микс Такой И открытых И закрытых Вот у нас в городе Магадане Крытых два Это на промышленном проезде Значит Муниципальный каток И Ледовый дворец Они постоянно заполнены Количество хоккейных команд В городе Магадане Выросло с момента Вот когда По-моему в 2006 году Ввели Ледовый дворец Было Четыре команды Которые играли На чемпионате города Сейчас В чемпионате города Участвует 16 команд И Это не предел Есть и новые клубы Которые хотели бы Участвовать Но Нерезиновый Ледовый дворец Он Всех поглотить Не может Самый оптимальный вариант Чтобы у нас появился Ледовый дворец Примерно Того же Конструктивного решения Как у нас и сделан Колымский Где мы играем Футбол Вот Поэтому В планах У губернатора Это есть И хотелось бы Чтобы эти планы Они были реализованы Это безусловно Нужны Заходы в Министерство спорта Российской Федерации Они должны поддержать Место мы найдем В городе Магадане Вот Я еще раз говорю Проект очень неудачный Ледового дворца И посадка вообще Вот на этом месте Она очень неудачная Потому что Самое главное Для таких объектов Как дворец Это парковки 32 тысячи легковых Автомобилей Сюда не включены Грузовые автобусы Те кто начинал Магадан Они вряд ли представляли себе Такую Да не только Магадан Вообще Нормы проектирования Советские нормы проектирования От 50-х 60-х годов Ну там Расчет был Что в доме 40-квартир На может быть Одна машина Там и один мотоцикл Больше ничего нет Поэтому Парковки Они были неактуальны Я вот прожил В Магадане Это всю жизнь У нас На крономарке 41 Во всем доме Было две машины Я этих соседей знал Прекрасно И никто там И не пытался купить Потому что нужно было Стоять там 15-20 лет В очереди Для того чтобы Приобрести там Жигули там Или Запорожец И так далее Сейчас все поменялось Машин стало очень много А дома-то Расдвинуть невозможно Потому что вот двор Он какой был Он такой и есть Да Вот новые проекты По благоустройству Комплексно-дворовых территорий Они подразумевают Увеличение Парковочных мест И порой даже В ущерб Допустим Скверам Которые там были Но для этого Мы проводим Собрание с жильцами Потому что Сами жильцы Определяют Что сегодня важнее Каташанды Рашимича Мы делали Дворовые территории Мы расширяли проезды Ну во-первых Чтобы можно было Хотя бы В обратном Направлении туда Обратно Разъехаться Увеличивали Конечно Вот я К парковочным местам Отношусь Очень как бы Внимательно Там где можно Пустырь какой-то Занять Парковочными местами Я обязательно Это сделал Равно как Я отношусь К увеличению Парковочных Мест В центре города Мы отработали Социальными партнерами В 2017 году Очень хорошо По идее Мы увеличили Парковочный карман Почти на полтора метра И вот это горлышко Бутылку Которая была Возле идеи Мы ее Ну Как бы Смикшировали Немножко Все стало Спокойнее Вот театральную площадь Ее как бы там Критиковали Что вы там Театральную площадь А ничего Нормально Все получилось Особенно Когда люди Приезжают на спектакли Когда они Прятались Где-то там Во дворах А в это время Значит Инспектор ГИБДД Бега Уштрафовала Здесь площадь пустая Но было неразумно Сейчас все нормально Так вот мы Шаг за шагом Идем Чтобы все-таки Учитывать Реально складывающуюся Ситуацию С автомобилями В городе Магадан Игорь Федорович Ну вот Еще к вам Следующий вопрос Как к пешеходу Потому что вы Довольно часто Ходите по городу Чтобы Ну с какими-то проблемами Лицом к лицу Наверное Сталкиваться Да На что обращаете В первую очередь Внимание И что вас Расстраивает Или наоборот Радует Я как пешеход Хочу сказать Что плохо мы работаем У нас плохие лестницы В городе Я им ставлю Твердую два Мы лестницы Должны Коренным образом Начать Переделывать И я сказал Что бетоном Больше не занимаемся Мы только Покупаем Гранодиаритовые плиты И только их Мы сегодня Будем укладывать Потому что Они долговечны И ремонтопригодны Их можно только Перекосить Достаточно Поднять Подсыпать Там основания Песчаные И по новой Плиты Сложить У нас Очень Плохие В городе Подпорные Стенки Их много И они все Практически Находятся В аварийном Стоянии У нас Большая проблема С пандусами В городе Магадане Я уже не говорю О том Что пандусы Для инвалидов Это вообще Отдельная тема Пандусы Хотя бы Для того Чтобы люди Могли с колясками С детьми Пройти Гулять Поэтому Пешеходному Магадану Мы будем Уделять Самое Пристальное Внимание С тем Чтобы Люди Которые Любят Ходить Пешком По городу Чтобы Испытывали Удовольствие От прогулок По городу Пешком Тротуарами Забыли Заниматься Почему мы В течение Лета Меняли Планы По улице Билибина И не было Вот этого тротуара От третьего До девятого Дома Мы его включили Срочно Потому что Действительно Когда Не надо Даже обследование Было Там Достаточно Было Пройти И увидеть Что Ходить По тротуару Было Невозможно На этой же улице На Билибина По четной стороне Мы остановили Шестигранные Плиты Помните Там Даже Какой-то Известный Блогер Написал Я Говорит Не знаю Кто такой Мэр Магадан Может быть Он и плохой Мэр Но идея У него хорошая Собрать Со всего Города Эти шестигранные Плиты И в конце Концов У нас Эта часть Города Она Вернула Свой Первозданный Вид Улица Билибина Нечетная Сторона Она Уложена Вся Пригодными Для использования Старыми Шестиверанными Плитами Поэтому Будем заниматься Хотим Портовой Улицу Вот мы В этом году Не успели Потому что Медленно Очень Изготавливается Подрядчиком Тротуарная Плитка Мы хотим Сделать Хорошую Пешеходную Зону По улице Портовой От 1 до Девятого Дома Очень Так скажем Короткий Путь Пообщаться С вами Это Твиттер Который Вы активно Используете Но Твиттер Наверное Чем Не так Хорош Что Там Не просто С мэром Юрием Гришаном Общаются Люди А с Человеком Юрием Гришаном И в том числе Могут Где-то Лично Задеть Вот в этом Плане Как вы Строите Своё Общение И не Хотелось Может быть Удалить аккаунт И вот Ну Эту сторону Закрыть Да Нормально Там Всё Пишут Так Как думают Все Любить Не могут Вот Кому-то Нравится Вот Как Со школы Да Там Три четверти За то Чтобы строить школу Одна четверть Против Но Те Кто против У них Виноваты В первую очередь Да Виноват я Потому что Хочу строить школу Но самое главное Что Не терплю Когда Оскорбления идут Особенно Вот Когда ко мне Обращаются Там есть Четко Кто я Написано Юрий Гришан Фотография Вот То есть Кому они Обращаются Это абсолютно Понятно Да А вот Кто ко мне Обращается Кто Там Оскорбляет Или угрожает Такое тоже К сожалению Бывает Я не знаю С кем я работаю Это какой-то Придуманный Бот Там Мыльный пузырь Вот С которым Спорить То бесполезно Потому что Ты не знаешь Кто это Вот Ну Работаю Там Кого-то Заношу В черный список Который Совсем Теряет Как бы Рассудок При Общении Ну Это Социальные Сети Тот Кто Слаб Характером Выходит Я считаю Что Держать Удар Могу И Иногда Может быть Даже в лишние Какие-то Дискуссии Вступаю Но на самом деле Польза от того Что я Сам Являюсь Участником Социальных сетей Она безусловно Есть Что-то даже Приходится Оперативно Реагировать Не только Open Magadan Написали Сегодня По Улице Флотской Что Невозможно Подняться В сад Спуститься Тут же Как бы Дается Команда Я Делаю Скрины И отправляю Руководителям Чтобы Проехали Посмотрели Обиды Никакой Нет Просто Люди Разные Что Это Все Магаданцы Мне Все Дорогие Жители Несмотря На то Какую Позицию Они По отношению Ко мне Занимают Одна женщина Мне Позвонила Говорит У меня есть желание Дочка Написала Записку Положила Под елочку Деду Морозу Хочет с вами Встретиться И сфотографироваться Второклассница Одной из Магаданских Школ Говорит Ну какая проблема Только приходите Рано В 8 часов Пока Еще рабочий день Не начался Пришли Пообщались Там Девочка Что-то вышла Мне подарила Очень мило Вот сеть Она живая Это вот Дистанция Вообще Согрещена До Минимума Юрий Федорович За десятилетия Прожитые в Магадане Вы уже Однозначно Магадане Со всеми Сопутствующими Качествами И характера Да Какого качества Вам не хватает В вашей работе Немножко Сдержанности Я очень резкий Мне надо Лучше Переписываться СМС Я для себя Сделал вывод Что Вот Ватсап Или еще что-то Какая-то другая Сеть Она меня Сдерживает От резких Каких-то Высказываний Потому что Пока пишешь Ты думаешь А пока написал Ты уже подумал Иногда просто Берешь Удаляешь И не посылаешь Это сообщение Когда Общаешься В прямую Вот здесь Надо Прокрутить Эту СМС В голове Отправил бы ты ее Да И только тогда Что-то сказать Вот эта вот резкость Она наверное Где-то мне Мешает Вот Потом я пожалею О том Что я скажу Но уже Слово не воробей Вредит Не поймаешь Поэтому Пытаюсь Сдерживать Несмотря на то Второго дна Вообще Не терплю То есть Я есть Такой Как я Есть И Ничего Придумывать Не собираюсь И Как-то Искусственно Пытаться Понравиться Там Определенной части Людей Которые Меня Не воспринимают Я этого делать Не буду В марте Следующего года Выборы президента В сентябре Выборы губернатора Как вы относитесь К выборам Мэра Нужны ли они Городу Да у нас все было У нас в Магадане Ничего только не было У нас Николай Борисович Карпенко Избирали Прямыми выборами Владимира Петровича Два раза Избирали Прямыми выборами Потом ситуация Законодательно Поменялась Можно было Тремя способами Приходить К избранию Градоначальника Будет закон Который Даст хотя бы Право Муниципалитетам Этим заниматься В Магадане Муниципалитетам Но придут К прямым выборам Определиться Кто-то с силами Средствами Потому что Идти на премию выборы Это Не просто Стать старостой В классе И так далее Для этого Нужен ресурс Потому что Компанию Мэра В стотысячном городе Организовать Не так просто Я думаю Что Это Вопрос На волне Тех Протестных настроений Но я думаю Зная тех людей Которые Это организовывать Даже если бы Мэра избрали Прямыми выборами Они бы все равно Были против Сказали Что это нечестные выборы Что подтасовали результат И так далее Но вот В сегодняшней системе Вообще Есть Вы когда говорили Я подотчетен Всему городу Очень проста Процедура Отстранения В случае Если Мэр Работает плохо Работает неэффективно Ведь Вот этот митинг Который был Там никто не говорил О том Что неэффективно Просто дайте нам Избрание Вот прямым И все Мы же все Посмотрели Мы проанализировали Что мы Оппозицию Мы точно так же К ней внимательно Относимся Это наши жители Как и Системным партиям Да Мы посмотрели Что там говорилось Ну Вопросы известны Они Все В работе И Сказать что Вот именно Вот за это Нужно сегодня Отстранить мэра Ну это как бы Все надуманное И Не соответствует Действительности Вот поэтому Любая система Выборов Законная система Выборов Она Формирует Легитимную власть И Иного не дано Поэтому Я готов Если Скажут Вот завтра Должно проводить Выборы Закон поменялся Значит Как вы относите Пойдете Я подумаю Идти или не идти С учетом Того Как будет складываться Общественно-политическая Ситуация С учетом того Как я себя буду чувствовать В конце концов Это тоже немаловажно Вот Насколько я буду Финансово Готов Пойти на выборы А финансово Это значит не я Я сам не потяну Выборы У меня доходы Вон они В декларации Это надо собирать людей Которые тебе дадут деньги На эту избирательную кампанию Потом перед От этих людей Зависеть Это Это не так все просто Это крикнуть Давайте прямыми Выборами избирать Это нормально А как это все сделать Ведь предполагают Что там любой человек Может прийти и победить Ну наверное да Может Вот Но для этого нужно Чтобы в комплексе Все условия были Соблюдены Тогда конечно победит Юрий Федорович Я уже непозволительно Много времени У вас занял Поэтому Нет А уже Пишите не буду В общем то Уже некогда Поэтому перехожу Уже к финальной части Так скажем Программы И это Ну такой вопрос настроения Новый год Все таки Ваши новогодние желания Когда-либо исполнялись Если не секрет Какие именно Может быть Стать мэром Вот у меня Новогоднего желания Стать мэром Точно не было Деду Морозу Не писал записочку Это совершенно точно У меня Новогоднее желание И в этом году Есть Оно Вот в течение многих лет Неизбыточно Потому что Мой новый год Расписан как у мэра Где я должен быть В 23 Где я должен быть В 0 Где я должен быть В 0.45 И так далее Я хочу Как-то выстроить Таким образом Новогоднюю ночь Чтобы все-таки Часов в 23 Приехать И в 0 часов На горе Значит Увижу салют Которым будет покрыт Весь город Магадан И скатиться В новогоднюю ночь С горы На горных Лыжах Вот это как бы Такое вот Желание Которое Ну никак не может Сбыться Вот это несбыточное Для меня Желание К сожалению Вот А так Обычная Ситуация Семья Не более Вот новогодняя ночь Это семья Это Потом Можно переместиться Там на елку В 0.45 Мы обычно встречаемся С губернатором На елке Поздравляем магаданцев Удаем ракетницу Фейерверк Радуемся Там Фотографируемся И идем К нашим близким Друзьям Вот так проходит Новый год Что бы я хотел В этом году Пожелать Чтобы 18-й год Был Годом Свершения планов Которые намечены Безусловно Эти планы Связаны С городом Я вам много Сегодня рассказывал О планах Которые На 18-й год Определены Хотелось бы Чтобы все это Получилось Нам нужно Оживить Строительный комплекс И нам нужно Дать возможность Людям поверить В то Что Город Не стоит на месте Что город Развивается Следовательно Здесь можно жить Спасибо Юрий Федорович Наступающее Юрий Федорович